Всем привет! В эфире канал Наука История и сегодня у нас выпуск посвященный категории заметки о Черкесии. Сегодня я предлагаю поговорить о некой фигуре, которая несла в себе определенную идею, идею черкесского образования. Несла эта фигура ее сквозь все перипетии начала 20 века, революции, гражданские войны. О том, как человек, включенный действительно серьезной идеей какой-то, способен, несмотря ни на что, ее реализовывать в любых условиях. Речь пойдет о Сефербии Сиюхове. Это один из таких ярких деятелей, который запомнился в истории Кубанской области, не только в истории адыгов, черкесов, как человек, именно продвигавший национальное образование, продвигавший идею того, чтобы народ, для того, чтобы ему жить и развиваться, он должен быть как бы внутри благ цивилизации, должен владеть языком, письменностью, образованием и тем, чем современное человечество владеет. То есть идти в ногу со всем человечеством. Для того, чтобы понять, как получилось так, что Сиюхов вообще занялся этой деятельностью, нужно взглянуть на Екатеринодар начала 20 века. Дело в том, что в то время в Краснодаре проходили очень яркие мероприятия именно национального характера, то есть город Вавилон, по сути, очень много разных народов живет в нем, у каждого есть своя община и каждая община занимается своими вопросами достаточно ярко. В том числе была и, конечно, большая черкесская община, коренное население края, как или иначе оно не могло не выражать явление своей жизни в этом городе. И вот такая община собралась, было немало достаточно обеспеченных людей, меценатов, коммерсантов в черкесской общине города тогда. А надо понимать, что Екатеринодар в начале 20 века это столица Кубанской области, в которую входили в том числе не только современная территория Краснодарского края, но и части Ставропольского края, это Карачаево-Черкесия современная, все это часть, Батлополшинский округ это был. Естественно, это все часть большая была Кубанской области и в том числе черкесы, Карачаево-Черкесии тоже относились к Кубанской области. То есть коренное население, община черкесская в городе тоже решила как-то так мобилизоваться, собрать свои усилия для того, чтобы решать какие-то задачи своего этноса. Но в отличие от других народов, представленных в Екатеринодаре на тот момент, у нее была несколько иная мотивация, на самом деле, изначально. Дело в том, что получается как бы в 12 году впервые проявилась это так бы сила этой общины, но даже скажем так чуть раньше. В 1908 году прошел в Екатеринодаре первый черкесский благотворительный вечер, организованный вот как раз черкесской общиной города, обеспеченный для того, чтобы помочь жителям аулов, пострадавших в то время от наводнения. Это прикубанские аулы были, очень сильно серьезно пострадали, многие дома были разрушены. Государству не хватало средств для их восстановления или постройки дамб. И вот частная ацентива такая была проявлена общиной, и они значит провели вечер в Екатеринодаре в доме, сегодня расположенном на улице Красной и Горького. Там кинотеатр там был тогда еще, электробиограф их называли. И вот там провели там вечера, искусство, то есть там были танцы, музыка черкесская, живые картины, то есть так живые люди, вы изображавшие манекены, да, они выступали в национальной одежде черкесской. И тогда собрали средства, помогли этим ауличанам, и впервые вот эта община задумалась о том, как же с ней организоваться, для того, чтобы какие-то свои цели решать. И в 1912 году появилось черкесское благотворительное общество. Первое заседание состоялось 11 мая, и на этом обществе впервые была обозначена цель с этого собрания, которое, в общем-то, давлело над всей историей этого общества в дальнейшем. Это доставление средств к улучшению материального, нравственного и физического состояния мусульман и содействие школьного образования горцев Кубанской области. Да есть под горцами подразумеваются не только черкесы, но еще и абазины и карачаевцы, которые, в общем-то, входили в тогда Баталпашинский округ в Манской области. И вот цели, как бы, да, благие, повышение уровня образования, постройка школ в черкесских аулах. Но возникает вопрос, да, почему именно частные лица этим занимаются, а не государство, например. И что, получается, государство не строило тогда школу, что ли, для горцев? Почему коммерсанты занялись этим вопросом? И ответ на этот вопрос, в общем-то, есть в трудах себе Ферби Сиюхова, одного из участников этого черкесского общества. У него есть сборник «Избранные труды», в который вошли разного рода письма, его статьи в газеты того времени, какие-то его очерки. И вот из этих письмов можно понять, в общем-то, обстановку в черкесских аулах в начале XX века. Сам-то он был из, скорее, постой крестьянской семьи и непосредственно знал на своей шкуре, что называется, вот эту обстановку в аулах. Сам Сефер Бесиюхов, несмотря на то, что родился вот в этой сельской семье, отец его изначально хотел, чтобы он был образованным человеком, что было редкостью в то время в аулах. Вот он пишет в своих заметках, значит, как бы такой красной линии, указывая на то, что в аулах среди горцев была тогда тотальная безграмотность, абсолютная. И причиной тому было еще то, что с одной стороны Российская империя не очень-то с ней хотела бороться как-то так, не очень-то стремилась строить эти школы, заниматься образованием. А с другой стороны, сами черкесы не очень-то и хотели. Дело в том, что вот эта травма Кавказской войны, тогда еще были живы, в общем-то, еще люди, заставшие окончание Кавказской войны черкесы. Вот травма столкновения со всем русским, травма, выражающаяся в страхе, в боязни всего русского, привела к тому, что население аулов вот за эти 50-50 с лишним лет, на тот момент, за окончание Кавказской войны, она как бы закрылась, как в раковину такую. То есть, черкесы старались не сталкиваться вообще с русским населением, они тотально вообще не знали, не владели русским языком, старались как бы замкно-автономно жить. И при этом проблема-то существовала в том еще, что они же не могли быть изолированы, они же в Российской империи живут. И вот это незнание языка и такая изолированность, она вызывала очень плохую ситуацию в этих аулах. То есть, часто это приводило к ситуациям, когда, например, в соседней станице происходило какое-то преступление, убийство или кража, то, как правило, старались сразу найти виновных в соседнем ауле. Предполагалось как бы априори, что черкес, он преступник, он как бы по-другому не может. Что если что-то случилось, то, в первую очередь, скорее всего, это вот черкес будет виноват. А черкес, не понимая русского языка, его, в общем-то, ловили полицейские, судили, он не понимал, что вообще происходит. И как Сеферби Севьюхов сам указывал, что черкесы, собственно, сталкивались с русской культурой, с русским языком первые 50 лет через полицейские протоколы и судебные решения. Ну и в тюрьмах. Плюс еще сам оружие запрещалось носить, а въезд и выезд из аула, он контролировался, то есть, только по разрешению пристава можно было выехать или въехать в аул. Ну, то есть, как резервация, по сути. И черкесы не стремились к изучению языка, к школе. Школы, конечно, были некоторые, их очень мало было, так называемые горские школы, они появлялись. Ну, что представляла из себя эта школа? Это, как правило, от одного до трех лет обучения, обучение на русском языке, что, в общем-то, уже проблема. То есть, дети, поступая в эту школу, они не понимали вообще, что происходит. Часто просто машинально заучивали, как бы, не понимая смысла даже, как какой-то бессмысленный текст. Заучивали эти правила школьные и учителя отмечали, что выходя, пусть, тем более три года это мало, и учителя отмечали, что черкесы, выходя из таких школ, они, как правило, через год буквально теряли все свои навыки, то есть, возвращались в состояние безграмотности. Но, с другой стороны, были, конечно, и выходцы, те, кто там постарался, поучился, подучил какой-то русский язык, и тут другая проблема возникала. Из таких людей делали приставы в аулах, а такие люди, как правило, наживались на своих же соотечественников, то есть, пользуясь незнанием русского языка местным населением, они их там обманывали всячески, подсовывали им левые какие-то бумаги, мошенничали, шантажировали часто. То есть, это были не самые приятные персонажи. Ну и третья проблема, тоже достаточно важная, сначала в том, что, поскольку в Российской империи не было какого-то осмысленного, такого, осмысленной программы обучения именно горцев в аулах, возникала другая проблема, появлялись частные инициативы. Некоторые чиновники, например, указывают на некого Миропиева, занимались откровенным празелитизмом на частной основе. То есть, люди за свой счет, о чем не скрывая, писали, занимались тем, что пытались перевербовать в православную веру мусульман в Российской империи. Это происходило и на Урале, это происходило и на Кавказе. Это была частная, в основном, инициатива чиновничья такая. И вот на Кавказе, в данном случае, в черкесских аулах, такая попытка в 1890-х годах происходила, черкесы сначала не поняли, что они думали, школы действительно им устраивают, подписали какие-то документы, понимая тексты их. А потом, когда выяснилось, что начинается просто религиозная вербовка, там практически с боем их выгнали, эти школы закрыли и чуть ли это не закончилось кровопролитием. С тех пор черкесы, они как бы еще сильнее закрылись. То есть, школа стала ассоциироваться с попыткой уничтожить веру. В таком прискорбном виде черкесский этнос застал начало XX века, о чем и писал Севербис Юх. А вот это собрание интеллигентных и обеспеченных черкесов хотело перебороть эту тенденцию как-то. Помочь своему народу выбраться из вот этой ямы и как-то пойти в ногу с цивилизацией, с человечеством совсем и облегчить его участь. В заметке Севербис Юхова под названием «Первые черкесские учительские курсы» есть подробное описание ключевых заседаний вот этого общества. И одно из первых именно уже серьезных заседаний, которое посвящалось более конкретным вопросам школьного образования, проходило 12 мая 2014 года в клубе приказчиков в городском саду Екатеринодара в парке. Среди участников председатель был Лю Трахов, о нем поговорим. Члены совета это Батербек Шарданов, Каспалет Улагай, Пашабек Султанов, Давлет Гирей Султанов, еще, наверное, нам интересны Пшимаха Коцов, Ну и Гатекогу и Джигидыч, мы про него еще тоже скажем. А приглашаемые члены общества с совещательным голосом, здесь, наверное, стоит отметить Магомета Савмиза, Джанхота Хаткова и Мишиласта Набокова, это Финди, как-то странное духовенство, которое как раз сопротивлялось активнее всего внедрению образования, распространению разного рода слухи. Там были вот прогрессивное ядро, которое считало, что должно быть наоборот. Ну и тут можно еще отметить, наверное, Борчо Шумаха. Вот, по всей видимости, идейным вдохновителем изначально с самого 1908 года, который собрал всех вместе, это Люд Рахов. Это человек, который, да, у меня был по поводу него уже один выпуск, в принципе, ссылку на него можно посмотреть в конце ролика или в описании. Но, скажем так, пару слов о нем скажу. То есть такой, как бы сейчас сказали, self-made man. То есть человек без образования, который вот выбрался на том, что он собрал, сколотил такой капитал во время стройки железной дороги новороссийской, подвозом шпал, и потом удачно вложил этот капитал в городе, в кирпичный завод, который, в общем-то, сделал одним из первых в крае и по качеству продукции и по условиям работы на нем. Это нефтяные промыслы, банковское дело, там, он дальше-дальше-дальше вкладывался, их, сколотил очень хороший капитал, стал очень обеспеченным человеком в Кубанской области, очень уважаемым, уважаемым не просто за капитал, а за то, что строил бани, строил дома для бездомных, устраивал рынки для торговли, причем не только для черкесов, вообще для всех. Черкесы, конечно, да, они могли к нему приходить, из аулов, он помогал им средствами, деньгами, они могли жить, питаться у него, он молельный дом первый в городе построил, хотел мечеть построить в городе, но мечеть успел построить хорошую каменную, тогда крупнейшую, краю, в Шенжи, откуда он был родом, в Шенжи, точно. Его запомнили именно как такого очень справедливого, порядочного, такого мецената, который помогал именно бедному. И, естественно, вот это вот, видимо, желание у него, а он уже был в возрасте человека, и оно проявилось, в том числе, через вот это меценатство, через школьное образование, желание помочь собственному народу. Да, и плюс еще он был очень религиозный человек, который трижды сходил в хадж в свою жизнь. Так вот, он и два его сына, Меджит и Гамит, они тоже были участниками этого общества, и он идейный вдохновитель, вероятнее всего. На заседании 14-го года решался вопрос впервые организации курсов черкесских учителей и вероучителей, то есть светское образование и образование религиозное. И тогда тоже на этом собрании впервые такая прозвучала вещь, такая непонятная для многих участников, о том, что в соседней Терской области, ну то есть в Кабардино-Балкарии современной, там как-то вот уже пошел процесс. Там уже люди хотят обучаться, школы строят, заявки пишут на этот счет, а вот здесь инертная какая-то такая среда, в Кубанской области, в будущей Адыгейской автономной области, как-то вот народ ну ни в какую не хочет. Даже такие звучали призывы, что надо вот чуть ли не силой их там заставлять, ломать, потому что не понимают часто того, чего отказываются. Тогда было решено сделать курсы первые преподавательские на родном языке, тогда правительство впервые разрешило по закону общественным организациям частым спонсировать такие вещи. До трех лет минимум обучение должно было проходить, учителей нанимали на общественные средства. Вот общество решило пустить на подготовку учителей средства, заодно и издать материалы на родном языке, учебные, и переработать русскоязычную литературу, как бы так, в более понятный для горца вид. Ну в том плане, что допустим, горец, считая какую-то высокую литературу, мог не понять, ну или городскую там жизнь какую-то, он мог не понять вообще ничего из этого. То есть выбирали литературу ближе как-то к сельскому быту, чтобы понятнее было. Курсы проходили три месяца, с 15 июля по 15 сентября, с 8 утра до 11 вечера работали все. И в первое время выделили помещение в ауле Тахтамукай, на 35 человек, куда общество продвозило питание постоянно, за свой счет. Одним из первых учителей, заведующим их теми курсами, стал Сефер Бесеюхов, который вот как раз за год до этого уже очень активно писал заметки, писал в первую очередь об истории черкесов, адыгов, об их устройстве, их общества. Дело в том, что он учился изначально в майкопской школе там для горцев, но ее закрыли, потом он в кубанскую семинарию перебрался, там обучался, ну из-за отсутствия средств он вынужден был ее оставить, кушать было ничего элементарно. Но начал заниматься публицистикой, писал в Петербург, мусульманскую газету Габиева, очень много статей интересных. В общем-то, уже человек такой известный в этой теме был. Есть даже сохранился список первых курсантов этих курсов, из 35 человек, ну я потом его озвучу. И среди этих людей были будущие певцы, поэты, рассказчики старинные этнографы, составители первых алфавитов на арабской графике. Условия для поступления три ставили, то есть какое-то минимальное количество знаний, подготовка, возраст более 20 лет и отсутствие судимости. Среди предметов в первой части в Светской были русский язык, арифметика, русская история, история черкесов, география, педагогика, школьная гигиена, училище ведения. Школьная гигиена неспроста, потому что до 30-х годов середины почти и в станицах, и в аулах не знали, что только зубные щетки и зубные порошки. Просто силой буквально вводили эту гигиену. А второй пункт это вероучение, то есть это шариат, это история Ветхого Завета, история ислама и черкесский язык сюда входил. Интересно, что вот в первых курсах участвовал брат Бетербека Шарданова, заместитель, они же кабардинцы были, с Кабарды. Бетербек Шарданова сюда занесла карьера, скажем так, Екатеринодар. Вот был его брат Берт Шарданов, который в этих первых участвовал, а потом через год уехал в Кабарду и в Терской области, по тому же примеру, начали тоже общество, благотворительное устроило, и там продвигало школьное обучение. А сам Бетербек Шарданов еще дополнительно техническое обучение устраивал курсы. Ну, он железнодорожник был, и он считал, что техническое обучение очень важно тоже, чтобы рабочие специалисты были среди адыга. Потихонечку пошли эти курсы, начали подготовиться люди. Повторно благотворительное общество возобновлено на свою деятельность в 16-м году. На заседании были практически те же лица, но председателем уже был Бетербек Шарданов, поскольку Люд Трахов умер еще в 14-м году, в июле. То есть после первого 14-го года заседание прошло, там буквально 4-5 месяцев он уже в возрасте был, и он умер. Его похоронили, его как деятельность продолжили его сыновья. И заместителем председателя стал судья Пашебек Султанов, казначеем, заведующий лесничеством Екатеринодарским Касполету Лагай. Секретарем стал Пшимаха Коцов, адвокат известный, членами правления вот эти Финди Гатагогу и Дыч, и известным уже нам Сефер Бесиюков. Историк-публицист, основатель адыгейского театра Султан Давлет Гирей, этнограф Айтек-Номенток, всего 10 человек там было. В ревизионную комиссию входили Юнус Бажасо, это будущий революционер один, сын как раз Сылю Трахова, Меджи Трахов, и Слепышев, как ни странно, единственный такой, не черкес был, такой вот председатель потребительских кооперативов города, тоже революционер, учитель. В этот раз общество расширить решило свою деятельность, они поставили целью сделать специальные шрифты на черкесском языке и начать печатать прямо активно книги, причем как бы словари, учебники, но и книги для народа уже, чтобы люди могли читать. Также решили там ряд людей отправить в Горийскую школу в Грузию, для того, чтобы там подготовить специалистов, и открыть музей, и еще собрать средства, фонд для постройки мечети в городе, которую Бабыч одобрил генерал-губернатор Атаман, но не успел из революции, не успели они построить его. В принципе, вот так наметили деятельность, общество еще реорганизовывалось в 17-м году, в культурно-просветительское, но потом началась революция, его участники начали как бы уже расходиться по своим вот этим политическим вопросам, но общество, как известно, еще вот в пределах революционного времени немного действовало. Они в Гражданскую войну в 19-м, 22-м году действовали, там лазареты строили, которые позже и позже использовались еще много, в больничном делом занимались, печатали, Сиюхов тоже занимался, печатали учебную литературу, продолжали, несмотря на Гражданскую войну. Но тут как бы вот, наверное, уже речь об отдельных ее участниках. Ну, в данном случае, опять же, наш главный герой, Сефер Бесиюхов, продолжает тянуть всю эту линию дальше. В 18-м году председателем Кубанской Рады, тогда, получается, да, уже откололись, Кубанская Рада образуется, которая потом с белогвардейским движением начинает какое-то сотрудничество такое недолгое, председателем стал Лука Быч, а заместителем был престарелый как раз-таки Паша Бек Султанов, вот судья, который участвовал в этих черкесских обществах. Интересы черкесов в Раде представляли Шимаха Коцов, это я вот перечислю сейчас тех участников, там не всех, а участников конкретно нашего общества. Шимаха Коцов, Касполет Улагай, Кучук Натырбов, Айтек Намиток и Мурат Гатагогу. То есть всего 7 участников, ну как бы 7 здесь еще идет почему-то Сефер Бесиюхов, но это немножко такая загадка, потому что в одних источниках пишут, что он в принципе был постоянным противником, изначально выступал против Ирады, против Белых, они его даже приговаривали к смертной казни, потом его помиловали, ну то есть в принципе он против них всегда шел, он революционером был. А в других источниках пишут, что он почему-то был избран от аулов в Кубанскую Раду, то есть какая-то такая нестыковка здесь. Но я думаю, что все-таки нет, это наверное ошибка. В этом смысле интересно рассмотреть судьбы участников общества после 17-го года, здесь я хотел бы обратить внимание на описываемый Сефер Бесиюховым, в 17-м году Хакуриновский съезд, называемый в ауле Хакурин и Хаббль, причем очень важно в ауле, потому что на нем многое, видимо, завязано, потому что в будущем, как в советское время, когда Адыгейская автономная область появилась, и у нее еще не было столицы в Майкопе, до 1936 года, вот исполнительная именно власть находилась в ауле Хакурин и Хаббль. Решался на этом сборе вопрос, там были многие вот эти вот участники этого общества, благотворительно бывшие, там решался вопрос, то есть присоединиться как бы к казакам и бороться с советской властью, или как бы не присоединяться, а остаться в нейтралитете. Сефер Бесиюхов выступал против Кубанской Рады, там заместитель Султан Шахан Гирей выступал, как раз агитировал, он выступал против, но он был в меньшинстве. И он говорит, что тогда мне его впечатлила речь брата Айтека Намитока, будущего этнографа, Айдамир Намитока, который вот очень убедительно рассказал, что если присоединится к казакам, то получится у казаков назревать конфликт с иногородними за землю, и получается, как бы черкесы станут как бы крайними, им придется против иногородних выступить, то есть все равно на нас пойдет, мы крайними останемся, на нас самое тяжелое время пойдет. И выступал в том, что надо в нейтралитете находиться. Ну, о судьбе Айтамир Намитока я не скажу, потому что не нашел каких-то источников на этот счет. Ну и раз мы начали с белого движения, то начнем с него. То есть кто оказался со стороны белых из участников черкесского благотворительного общества? Ну, в первую очередь, этот Пашабек Султанов, судья, уже престарелый на то время был, как его милый старик называли. В 18-м году он занял зампредседателем, стал Кубанской Рады, но найти источников каких-то по судьбе его не удалось. Известно, что он вроде как эмигрировал, но куда и как неизвестно. Ну, уже в таком почтенном возрасте достаточно. Причем фигура номер два, да, фактически, в Кубанской Раде, которую разогнали и белые, а потом еще и красные пришли. Ну, то есть, в принципе, врагом для всех было так. А вторым, кто оказался на белой стороне, был Пшимаха Коцев, адвокат. Ну, ему больше повезло, конечно. Сам он тоже из Кабарды был и в Санкт-Петербурге в свое время отучился на юридическом факультете, вернулся уже в Екатеринодар, перебрался, был тут юристом, практикующим адвокатом. Вот в мае 17-го года он числился от членов ЦК Комитета Союза Объединенных Горцев Северного Кавказа и Дагестана, такой самостоятельной структуры, а чуть позже стал премьер-министром и министром МВД вообще Горской Республики. То есть, это была такая федерация, как вот Грузия тогда отделилась, республика Азербайджан, Армения, потом Закавказская стала. А здесь, как бы, Северный Кавказ, все объединились, казаки, все там народы горцев, до Дагестана вплоть, объединились в такую федерацию, которую хотели выделить как самостоятельную структуру и присоединиться, войти в СССР в виде какой-то автономной такой вот республики, на правах Союзной Республики. Но не получилось, их белые сильно разгромили, а уже прекрасных там разговаривать не о чем было. И вот, да, после разгрома ее он эмигрировал с приходом советской власти в 21-м году в Турцию. Причем, самое интересное, у них была такая переписка с Арджиникидзе, который вот эту Горскую Республику критиковал, но при этом как-то предлагал свою версию той же самой Горской Республики, только какую-то просоветскую. И интересно, что она же так и не умерла, эта Горская Республика в виде организации существует в Турции до сих пор. И в 91-м году проявляла себя, когда вот Советский Союз разваливался, они тоже пытались продвинуть такую идею, что объединить опять Северно-Кавказский регион в виде какой-то отдельной структуры, ну как независимую республику. И до сих пор существует. А вот Шимаха Косов оказался в Турции, первое время он там вовсю издавал газету, журналы антисоветского направления, постарался помогать иммигрантам, иммигрантскому движению. То есть, когда уже, да, ну сначала как бы поставлял деньги туда для борьбы с белым, для борьбы с советской властью. А когда проиграли, уже помогал иммигрантам освоиться. Ну и он так и остался в Турции, стал работать там в крупных фирмах и банках в качестве юриста, написал довольно большую книгу «Северный Кавказ», страница из истории борьбы за независимость, множество статей на ту же тему и умер в 62-м аж году в Стамбуле. Продолжение следует...